Как работает катушка индуктивности? К примеру, у нас есть насос, который толкает воду, и этот насос будет эквивалентен нашей батареи в цепи. Допустим, трубопровод разделен на две ветки, аналогично будет и с нашими проводами. И на одной из веток присутствует редуктор, который затрудняет прохождение воды. Редуктор будет эквивалентен сопротивлению в нашей цепи. На другую ветку мы устанавливаем водяное колесо, и вода, проходя через него, будет его раскручивать. Однако, колесо очень тяжелое, поэтому требуется некоторое время, чтобы оно набрало скорость. При этом поступление воды должно быть постоянным. Это водяное колесо будет эквивалентно нашему индуктору. Итак, по мере движения воды она достигнет ветвей, и теперь ей нужно решить, какой из путей ей выбрать. При прохождении через колесо потребуется некоторое время, чтобы сдвинуть его с места. И тут встречается очень большое сопротивление, что затрудняет прохождение воды по этому пути. Таким образом, вода вместо этого пойдет по пути редуктора, так как там имеется наименьшее сопротивление, и в воде намного проще возвращаться к насосу. По мере того, как вода будет продолжать толкать колесо, оно начнет двигаться, пока не достигнет максимальной скорости. Теперь колесо почти не оказывает сопротивление, поэтому вода может протекать по данному пути, намного легче в сравнении со вторым путем. Если мы отключим помпу, подача воды прекратится, но водяное колесо по инерции продолжит продвигать воду и действовать как насос. Таким образом, мы можем включать и выключать помпу, при этом водяное колесо будет придерживать поток воды в течение короткого времени, во время этих перерывов. Мы получаем очень похожую ситуацию, когда подключаем индуктор параллельно резистивной нагрузке, например, к лампе. Когда мы включаем схему, электроны сначала проходят через лампу, питая ее, а через индукционную катушку будет проходить небольшой ток, поскольку в начале ее сопротивление очень велико, но с течением времени сопротивление на индукционной катушке уменьшается и позволяет протекать высокому току. В конце концов, индуктор почти не оказывает сопротивления, поэтому электроны предпочтут движение по данному пути, а не через лампу. Лампа выключается. Когда мы отключаем источник питания, индуктор продолжит продвигать электроны по замкнутому контуру, питая лампу, пока сопротивление не рассеет энергию. Когда мы пропускаем через провод ток, он создает вокруг себя магнитное поле, и чем больше ток, тем больше будет магнитное поле. Если скрутить провод в катушку, каждый виток будет создавать свое магнитное поле, но при этом эти поля объединятся и создадут еще одно более мощное поле. Когда подача электричества отключена, магнитное поле отсутствует, но если мы подключим источник питания, ток начинает течь через катушку, и магнитное поле начинает формироваться и достигать своего максимума. Таким образом, магнитное поле накапливается, и когда электричество отключается, магнитное поле преобразуется в энергию, которая толкает электроны. На самом деле, это произойдет невероятно быстро, я специально замедлил анимацию, чтобы легче было понять процесс. Для чего нужна катушка индуктивности? Для начала нужно отметить, что индукторы не любят переменный ток. Когда ток увеличивается, он пытается остановить его с помощью противодействующего магнитного поля. Когда же ток уменьшается, он пытается остановить этот спад, выталкивая электроны и пытаясь стабилизировать его. Итак, когда цепь переходит из выключенного состояния во включенное, ток в цепи будет меняться. Он будет повышаться, тогда как кондуктор попытается остановить его, и поэтому создаст противодействующую силу, вследствие чего возникает обратная электродвижущая сила. Эта обратная ЭДС противодействует силе, которая ее создала. В данном случае, это ток, протекающий через катушку индуктивности к батарее. Тем не менее, некоторый ток все же будет проходить, при этом создавая магнитное поле в катушке, которое будет постепенно увеличиваться. По мере увеличения тока, через катушку будет течь все больше и больше тока, и обратная ЭДС в конечном итоге исчезает. Магнитное поле достигнет максимума, и ток стабилизируется. Индуктор больше не сопротивляется току, и действует как обычный кусок провода. Это создает очень легкий путь для электронов, Таким образом, электроны будут проходить через катушку, и лампа погаснет. Когда мы отключаем питание, катушка индуктивности понимает, что ток уменьшается, и она пытается его стабилизировать. Это включит свет. Если мы подключим к осциллографу резистор и катушку, то сможем визуально увидеть эффект. При включении резистора, мы получаем мгновенный вертикальный рост вверх, а затем прямая линия продолжается до определенного значения. Но когда мы подключаем катушку индуктивности, ток не поднимается мгновенно, он будет постепенно увеличиваться, образуя изогнутую линию. Когда мы отключаем резистор, ток мгновенно падает, и мы получаем внезапную вертикальную линию, падение напряжения к нулю. Но когда мы отключаем катушку индуктивности, ток постепенно понижается, и мы получаем еще один изогнутый профиль, до нулевого значения. Это показывает нам, как катушка индуктивности сопротивляется начальному увеличению, а также пытается предотвратить падение. Но перед тем, как мы продолжим, я бы хотел попросить оставить любой комментарий под этим видео. Это хорошо помогает продвижению, и я буду за это очень благодарен. Как выглядит катушка индуктивности? Индукторы на печатных платах выглядят примерно так. В основном, это простой медный провод, обмотанный вокруг цилиндра или кольца. Есть и другие конструкции, которые спрятаны в корпус. Сам корпус предназначен для экранирования магнитного поля и предотвращения его взаимодействия с другими компонентами. На схемах катушки представлены следующим образом. Следует помнить, что все, что имеет витой провод, действует как индуктор. Сюда входят двигатели, трансформаторы и реле. Для чего мы используем индукционные катушки? Мы используем их в повышающих преобразователях для увеличения входного напряжения постоянного тока при снижении тока. Мы можем использовать их для подавления переменного тока и пропуска постоянного тока. Также катушки можно использовать для фильтрации и разделения различных частот. И, очевидно, мы также можем использовать их для трансформаторов, двигателей и реле. На этом все. Спасибо за просмотр. Еще больше видео на моем YouTube-канале.